Учитывая симптомы и последствия умственной отсталости, можно говорить о том, что при этом заболевание дают инвалидность. Какую группу? Да, значит, в отношении инвалидности. Дело в том, что вообще считается, что умственная отсталость – это не проградиентное состояние, то есть практически оно не развивается, то есть это хроническое состояние, упрощенно. Мы же, конечно, ратуем за то, что в последнее время, последнее особенно десятилетие усилиями врачей, дефектологов, психологов и других методов воздействия, кроме медикаментозного, можно действовать на мозг, чтобы изменять, улучшить функцию нервной системы и его функцию головного мозга, то есть интеллект. Поэтому, когда все-таки дефект формируется, в зависимости от выраженности, слабоумия, деткам, конечно, инвалидность нужно давать. Для чего? Для того, чтобы они, во-первых, знали свой статус, имели возможность юридически на это ссылаться, то есть во всех инстанциях, где нужно защитить свои права, права на юридические, права на лечение, права на финансовую поддержку, это нужен статус инвалидности. И еще это то, что дает возможность материально поддерживать, когда действительно в семье очень бывает тяжело обеспечить правильное лечение, правильный уход и правильную педагогическую работу на уровне именно компенсации и адаптации к социальной жизни. Поэтому иногда детки бывают третьей группы, это то, что мы говорим на уровне легкой степени дебильности, то есть третья группа, это рабочая группа, они, в общем-то, могут работать. И все ведется к тому, чтобы воспитание, образование и профориентация дали им возможность, с учетом особенностей их интеллекта, выполнять работу, достаточно простую, доступную, где не нужно включать творческие способности, но там, где у него есть конкретные обязанности, он с этими обязанностями будет справляться, то есть ребенок. Вот это третья стадия. Когда мы говорим о второй степени, о второй группе инвалидности, то это, в общем-то, группа инвалидности, там, где он, в общем-то, работать не может, но себя обслуживает, но ему на проживание, на лечение, на все элементы педагогического ухода и воспитания нужны деньги. Первая группа, это уже когда он за собой ухаживать не может, это тяжелая степень дебильности, то есть это там, где действительно родные и близкие, кто с ним проживает, полностью берут на себя ответственность по уходу, кормлению, жизнедеятельности этого ребенка больного. Поэтому там первая группа инвалидности просто необходима. И это в комиссиях врачебных, в ТЭК, как мы их называем, конечно, это все давно прописано, и детям дают, и тут стесняться не нужно, потому что это им нужно, это просто необходимо. Ну, чтобы получить инвалидность по умственной отсталости, необходимо лечь на обследование в психиатрическую клинику, провести там полтора-два месяца, это ребенок, маму туда могут не пустить. Вопрос очень, конечно, серьезный, потому что это касается ребенка, который за собой не ухаживает, или который нуждается в постоянном наблюдении, потому что поведение их бывает разное. И здесь вопрос экспертизы действительно стоит очень остро, чтобы получить инвалидность, все-таки период стационарного обследования необходим. Современные психиатрические стационары, именно вот с детскими отделениями, они предусматривают то, что мама может находиться вместе с ребенком. Это есть отдельные палаты, отдельный санузел, отдельный умывалка, отдельный даже иногда бывает коридор. В нашей больнице такое есть, в современных больницах тоже. То есть при необходимости ребенка отрывать от мамы нельзя, потому что для него мама – это источник защиты, ухода, понимания. Другой может не понять, что ребенок хочет, мама может понимать. Поэтому это сейчас не то, что исключается, это необходимо. Но пребывание в стационаре может быть более коротким, потому что, как правило, это выявляется до трех лет, вообще-то, вот до трех лет, вот вопрос именно умсы и отсталости, вот, и именно в первые недели, месяцы и годы жизни ребенок наблюдается. Есть карта развития ребенка, где все это описывается. И стационарный период, это нужно только более детально все обследовать на сегодняшний момент, чтобы собрать документы для подачи на инвалидность. Именно сейчас анамнез есть, это самое главное. А свежие обследования некоторые можно провести, допустим, и амбулаторные. Единственное, что некоторые клиники доверяют только своим обследованиям. Вот именно, что в моей клинике вы пройдете, тогда и амда. Поэтому это тоже решается, допустим, можно накануне приехать обследовать, там нужно вложиться определенное время. То есть не надо, чтобы было обследование за полгода или год назад, надо, чтобы эти были анализы и обследования свежие. То есть это в течение, как правило, вот 30 дней, но, как правило, это месяц. И вот, когда они все оформляются в виде, в общем-то, такого вот документа, где обосновываются все врачи, и лечащие врачи, и заведующие поликлиники, и через комиссию пропускаются, вот тогда это идет в дело. Чем быстрее соберут эти документы врачи, тем быстрее. Тут нет срока. Срок может быть и меньше. Поэтому, если в современных больницах врачи это все делают быстро, это возможно сделать, допустим, за какие-то две недели. То есть две недели придется все-таки полежать в стационаре. Да, но если это с ребенком, с мамой, вернее, с близким человеком, то это, мы говорим, ради того, чтобы получить документ, чтобы иметь возможность потом где-то отставить свои права, я думаю, что на это нужно решиться и можно решиться. Снять диагноз умственной отсталости нельзя, учитывая тот факт, что чаще всего это генетически обусловленное заболевание. Ну, не всегда только генетически. Мы говорим, это определенное количество, где есть хромосомы на уровне ДНК изменений. В любом случае, буквально с первых часов рождения, дней, месяцев, потому что иногда слабоумие, олигофрения развивается, допустим, после перенесенного заболевания в течение первых недель, месяцев и года. Это тоже относится, ну, так сказать, к олигофрении, к слабоумию. Все равно это фиксируется в выписках, это фиксируется в наблюдениях, как его лечили. То есть это никуда не денешь, и в итоге что мы видим, как что-то развивалась симптоматика, редуцировалась медицинская документация, если даже у родителей потерялась, есть архивные истории болезней, есть выписки. То есть это можно, серокопия, сейчас современная жизнь позволяет это, чтобы, так сказать, собрать официальную информацию, вот, нужную, и, так сказать, доказать, что у ребенка, допустим, да, есть причины, из-за чего развилось слабоумие. Вот снять это, ну, мы, как это снять, отменить, ну, если у ребенка действительно отсутствует адекватное развитие, как должно происходить при развитии его и взрослении. То есть мы можем говорить только что об очень успешном лечении, в данном случае, да, улучшении состояния, к чему мы, в общем-то, и призываем всех, не опускать руки, то есть это не приговор, а об этом мы сейчас будем говорить, что есть, чем больше любви, внимания, терпения, старания мы будем вводить, тем больше надежды, что эта степень, так сказать, снижения интеллекта будет все меньше и меньше, чтобы ребенок адаптировался. Если с годами мы наблюдаем, что степень выраженности снижения интеллекта, ну, в общем-то, становится меньше, мы можем только радоваться, снять невозможно, просто степень другая.